Главная причина ведения чрезвычайной ситуации в районах области связана из-за непогоды. В результате того, что три недели шли дожди, в регионе опоздали с началом севозимок, к которому должны были приступить ещё с 25 августа. У нас кукурузы убрано 8%, подсолнечника 39%, 49% убрано сои. 42% убрано сахарной сёклы. В настоящее время погода нормализовалась, но в ближайшие дни снова ожидаются осадки, что не лучшим образом скажется на уборке подсолнечника, считают аграрии. Такая влажность губительна для этой масленичной культуры и не только. Даже так кукуруза, которая, казалось бы, мы не ожидали такого, но тоже в некоторых районах пророст. И на основании этой ситуации, в связи с тем, что мы отмечаем переувлажнение, в большинстве районов нашей Воронежской области обратились к губернатору, и был собран областной КЧС. И принято решение о введении чрезвычайной ситуации на территории 22 районов. По словам Виктора Логвинова, на сегодняшний день воронежские аграрии посеяли 65% озимых. Ранее в облправительстве заявляли, что в этом году планируется собрать более 5 миллионов тонн зерна, что полностью покроет потребности региона и даст возможность продать излишки урожая. Но аномально влажный год задержал на две с половиной недели сроки уборки зерновых и зернобобовых. А сои у нас в этом году 181 тысяча гектаров. Убрали 85 тысяч. Ну, нетрудно догадаться, что около сотни еще осталось. Соя является хорошим предшественником озимых. Другой вопрос – как меняется сфера сбыта воронежской сельхозпродукции в условиях санкций и куда главным образом она экспортируется. У нас и Афганистан пошел, мука, примеру. Потом страны, как ни удивительно, вот если взять по экспорту, у нас на сегодняшний день где-то за 400 миллионов экспорт составил. Выше уровня прошлого года за 9 месяцев. 400 миллионов долларов. И у нас появилась, к примеру, та же Италия. Она увеличила существенно приобретение масла, масла подсолнечного. Что касается масложировой отрасли, то в целом по уровню прошлого года рост составил 65%. А вот урожай зерна в этом году вышел на порядок хуже, чем в прошлом. Так, 50% всего урожая приходится на фураж. 85,15 в прошлый год, а сейчас 50 на 50. Понимаете, да? Но потеряв в качестве, мы приобрели в урожайности зерна в целом, считает Виктор Логвинов. Всего же под урожай 2022 в Воронежской области было засеяно 1,5 миллион гектаров зерновых и зернобобовых культур, в том числе 810 тысяч гектаров озимых и 771 тысяча яровых.